Эйнштейн сказал, логика может привести вас от пункта А в пункт Б, а воображение куда угодно. Ну, верно. Вот сегодня логика нас привела из пункта А в пункт Б. Ну, и что мы видим? Вот именно, что мы видим. И вот как перепрыгнуть воображением вот из этого тупика, вот допустим? Ну, потому что если мы приходим с помощью логики из одного пункта в другой, то мы приходим в тот же пункт, только мы еще больше в нем закапываемся с помощью своей логики. Да, да, точно. А воображение, как нам выпрыгнуть из этого состояния? Представить ему обратное. То есть? Обратное состояние тому, в котором мы находимся. Ну, мы находимся сейчас, допустим, там запутанности какой-то, там страдания. Представь себе состояние распутанности. И радости. И радости. И пытайся его создать, не исходя из прошлого твоего состояния, а просто вот на голом месте. Вот просто на голом месте создать счастье, да? Да. Вот сейчас вот я страдающий, создаю счастье. Да. Это возможно? Если это невозможно, тогда для чего мы же существуем? А если это возможно, только таким образом. Из несчастья счастье не создашь. Из несчастья ты должен только лишь понять, что тебе надо достичь счастья. То есть вы говорите, только усилие достичь счастья, вот только это и от нас требуется. Да. Только усилие. Да. Построить вот это счастливое состояние и пытаться его достичь. Так, у меня такой осторожный вопрос. Утописты когда-то стремились к этому. В чем разница между тем, что вы предлагаете, и вот этими город солнца? Тописты не опирались на природу реальную, в которой мы находимся. Природу что вы имеете в виду? На эгоизм, в котором мы находимся. Они считали, что его можно просто вот взять и поднять, захотеть и так сделать. То есть взять и поместить человека в город солнца, да? Ну и сделать этот город солнца, самим ведь надо. И сделать, да, надо сделать. Он не вырастает из-за того, из наших фантазий. А когда вы говорите, что надо представить себе счастье, какие этапы для этого надо пройти? Я имею в виду, что мы должны осознать, стоя на всех страданиях, которые есть. Опираясь на них. Опираясь на них. Сделать что-то обратное им можно только, если мы изменим свои отношения. Друг к другу? Друг к другу. И поэтому нам надо взяться за наше воспитание. Личное, общественное, групповое, семейное, на всех уровнях. И это вы называете строить счастливое общество, да? Конечно. Это зависит только от отношений людей друг к другу. Больше никак. Камни, технологии тут это все... Нет, это не имеет значения. Подытоживая это, то есть вы говорите, если я сейчас нахожусь в страданиях, в боли, в тупике, чтобы выйти из него, нужно себе представить, вообразить. Обратное состояние. Причина страданий – это в моем «я». В том, что мы противоположны друг другу, ненавидим, любим, отталкиваемся, желаем заработать друг на друге. Если мы желаем счастья, мы должны освободиться от личной заинтересованности. И вместо нее поднять общественную заинтересованность. То есть я должен пожелать счастья другому, и тогда я сам... Всем. Всем. Да. Даже всем. И тогда оно как бы вернется мне таким же счастьем. Я в том же... В этом во всем буду существовать сам. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok